Марафон Мнения которых очень интересны нам и вам, как болельщикам наших дисциплин Сегодня у нас лидер чемпионата мира этого года в зачете штурманов Константин Жильцов Уникальная личность Он не просто великолепный штурман, но лучший штурман, я считаю, в России Знает много языков и выступает сейчас сильнейшим пилотом Это Жан-Луиш Лессер То есть это number one, как говорится По-французски не знаю, как это будет звучать Константин Жильцов, кроме того, он великолепный пилот Он долгое время выступал на машине У нас в нашем чемпионате, выезжал за рубеж, за рулем Выступал за команду Нара Тайм Короче, есть о чем поговорить Я еще раз напоминаю вам, уважаемые зрители После того, как вы посмотрите эти репортажи Вы пишите нам Задавайте вопросы Мы по следам этих наших монологов будем делать еще передачи Задавайте вопросы нам Вопросы участникам наших диспутов, будем говорить так А сейчас Константин Жильцов Да, добрый день Ну, действительно, моя история автоспорта началась уже давно И за эти годы, на самом деле, действительно пройдено немало километров В том плане, что начинал я как пилот И получал от этого огромное удовольствие И в том числе в команде Нар Тайм Действительно, долгие годы участвовал И на продакшене, и на супер продакшене На разных автомобилях Но в какой-то промежуток времени мне очень понравилось Участие в виде штурмана И на сегодняшний день я считаю, что мне намного интереснее Именно участвовать в виде штурмана Насчет гонок Если начать говорить про нашу любимую дисциплину Хочу сказать, что на сегодняшний момент Благодаря нашим великим тренерам Таким, как Леонид Николаевич Майоров Который нас когда-то в это дело втянул Научил Дал много чего того, что Наверное сейчас можно Даже не знаю, как измерить Какими золотом, деньгами Или чем еще То есть, благодаря этим людям Наверное, на сегодняшний момент Наши российские пилоты показывают И штурмана показывают Хорошие результаты на мировом уровне Ну, в десятке штурманов Вот сейчас по рейтингу чемпионата мира Это шестеро нажек, в десятке Ты сейчас, ну, первая, вторая позиция Сражаетесь Буквально вот на последней гонке Ты потерял, ну, первую позицию И сейчас на вторую Но еще впереди еще четыре гонки Гонка продолжается Вот, что касается Тебе понравилось Ведь дело в том, что работа штурмана Ну, я всегда об этом говорил Да, это работа, это мозг Это мозг экипажа И какой бы пилот не был быстрым Ты должен ему сказать Куда ехать? Надо ли нестись? Надо ли прыгать? Сколько раз можно прыгнуть? И вообще главное-то куда ехать? Вот о роли штурмана Вот в таком даже мощном экипаже Как у тебя, у тебя же ЛСР Он сам может кого угодно Куда угодно завезти Ну, начнем с того, что Наверное, мне чуть легче Я объясню почему Потому что как Из-за того, что я сам когда-то Был пилотом, да Я реально на сегодняшний момент Имею представление о том Что нужно говорить Что не нужно говорить Где, в какой момент поддержать Может быть, темп Где, ну, то есть Реально у меня есть представление о том Что необходимо самому пилоту От штурмана Не просто указание куда ехать Какие ямы или что-то еще, да Но и вот именно Этонация В какой-то момент там Какая-то дополнительная информация Или наоборот ее отсутствие То есть, в общем-то Мне в этом отношении легче Что касается Самого Жан-Луи Шлисера С одной стороны С таким пилотом, наверное Легче Потому что он действительно реально Мозг, на мой взгляд Ну, равных, наверное В чемпионате мира Там или где-то еще Ну, трудно найти Ну, там есть, конечно, великие Петранцели и все остальные Но просто Сам по себе Как пилот А с другой стороны Это гораздо сложнее Потому что Любая ошибка На тех скоростях На том уровне Которое Ну, пытается пилот ехать Да, может привести Гораздо К большей потери Чем Там Ну, с кем-то Когда ты едешь Непонятно в каком темпе Там и так далее Ну, вот А с другой И Хочу сказать, что Для меня Как штурмана Да, потому что Жан-Луи Шлистер Меня позвал Когда я уже В общем-то Участвовал Как штурман Я хочу сказать Что я от него получил Столько Знаний И Я, наверное На сегодняшний момент Только участвуя с ним Понял Что такое вообще Ралли-рейды Как они должны проходить Как надо ехать И вот именно Даже как пилот Я для себя Открыл тоже Очень много чего Интересного И нужного Того, что я раньше Вообще даже не представлял То есть Для меня Мир ралли-рейдов И участие с Шлистером Перевернулся Там, ну Именно с головы На ноги Ну, смотри, Костя, да Ну, всем известно Ну, Шлистер Ну, автор И изготовитель Тех ловушек Которыми он пользуется В течение гонки Не зря его называют Лиц в пустыне Вот во время Шелкового пути Я стал очевидцем Следующий вариант Подъезжает Ваш экипаж К Броду, да Проезжает Брод На выходе из Брода Он дает полный газ Роет колею В этом Броде Выезжает На берег Три дорожки Одна явно неправильная Направо С полным газом Он рисует туда след Направо Выезжает И потом уходит Ну, дрыр-дыр-дыр-дыр Там по травке Возвращается Нормальный курс Туда Бага одна Села навсегда В этом В этой яме И двое Или трое лидеров Умчались по его следам На выходе Вот таких приемов Много у него? Ну, если начать рассказывать Сколько приемов И сколько тактических Вообще действий У ловушек У Жан-Луи Шлицера Ну, это надолго Но на самом деле Действительно это так Помимо того Ну, я могу объяснить Дело в том, что Жан-Луи Шлицер За рулем Он не прикладывает Никакого труда То есть для него Управление автомобилем Настолько уже Сидит в организме На уровне Там Мышц И всего Что он да Рефлексов Что он не думает О том Когда ему нажимать На газ Когда ему тормозить Или что-то еще Он думает о том Как правильно провести гонку Где прибавить Где отпустить Он в голове Просчитывает секунды И реально понимает На каком километре Нас должны догнать Кто должен догнать Зачем нам нужно Пропустить Или не пропускать Этого участника И как потом На оставшихся километрах Привести этому человеку Куда его загнать И так далее Давний пример Такой гонки В Дубаях Когда мы реально С Аль-Мутави Там боролись То никаких Мы стартуем Совершенно спокойно Едем Я ему говорю Послушай Нас сейчас Аль-Мутави догонит Две минуты Разница Отыграет нас Он говорит Ты не переживай Потому что После того как он нас догонит Это будет он На 63-м километре К примеру Останется еще 200 И в любом случае Если мы будем ехать За ним на хвосте То рано или поздно Закончится Тем что мы уедем Потом не на 2 минуты А на 20 За 100 километров До финиша Мы загнали его На какую-то дюну Он там засел Мы спокойненько Приехали на финиш 20 минут привезли То есть У человека Профессор Нет он реально профессор Более того У него есть Куча других Дополнительных Опций Когда он начинает Дело в том Что он не первый раз Ест открывашка Вообще В принципе Для любого участника Ехать открывашкой То есть человеку Который едет первым Гораздо сложнее И всегда Тот кто едет сзади Ему кажется что впереди идущий Не едет вообще Ну то есть медленно Как только вперед уезжаешь Сам такая же То есть Очень ехать тяжело У него куча для этого Дополнительных Всяких приемов Когда он начинает Когда нет следов Он начинает нарезать круги Специально делает Несколько кругов И потом куда-нибудь Выскакивает в ненужное место Как заяц Да И человек который едет Следом Едет по следу Приезжает Видит перед собой Кучу следов Какие-то круговые И так далее И на этом заканчивается Обязательно уезжает Не туда То есть Ну и каждый раз Когда я ему Ну смеяюсь Объясняю Ну говорю Зачем ты это делаешь Он говорит Поймите Гонка Это не просто гонка Моторов там Да Или железяк Это гонка мозга И те кто хотят Реально ехать Они должны реально думать И таких Я говорю На самом деле Таких способов У него миллион Когда мы с Петранцелем Специально рубились Ехали на ушах По дюнам Для того чтобы Ну разогнать его В нужный темп Через 5 километров Петранцелем стоял С разобортированным колесом Ну то есть Я говорю что Ну послушайте Он занимается этим Всю жизнь Более того Я то ощущусь Звучит Мы с Петранцелем Рубились Ну А ведь прошло За всем немного лет Ну да Я хочу сказать Что первая гонка Когда он меня позвал Это был Тунис Там сколько Три года назад То выиграв первый этап Ну гоночный На следующий день Нужно было стартовать Первыми Я во первых Не спал всю ночь Во вторых Сел в машину Меня трясло так Что там все вибрировало Вокруг Он говорит Что ты трясешься Я говорю Послушай Я никогда не ездил первым Я вообще не понимаю Что надо делать Ну ладно Говорит Когда вчера 200 км мы ехали первым Ты же не задумался Об этом Говорит Ну мы же не стартовали первым А сейчас нужно Стартовать первым Совсем другая Ну вообще другая история Конечно мне было тяжело Сейчас я говорю Что я готов ехать Не важно Открывашка И закрывашка Мне все равно То есть я уже настолько Он меня научил Всем Всяким разным приемам И всему Чему там На что нужно уделять внимание Что нужно обращать внимание Книжки Курсы И так далее То есть настолько Ну школы Более того Он заставил меня Ездить совершенно По другому По приборам То есть Ну Благодаря этому Естественно Сейчас мне Спокойнее и легче Хотя я конечно Я волнуюсь Так же перед стартом Как и все нормальные люди И вот такой теперь вопрос Даже не вопрос Это просто мое мнение Да Я считаю Что очень повезло Команде ПЭК Это первая Экспозиционная Компания Которую ты сейчас Как бы возглавляешь Которую ведешь Я являюсь у них тренером Потому что ну такого Ну современного Тренера Я думаю Сейчас в России Наверное уже и не найти Вот Может быть буквально Чуть прыжок в сторону Да О программе Компании Вот вы сейчас Хорошо выступаете Сейчас вот первое Выиграли кубок Вторым экипажем Какие у вас задачи Цели вообще на будущее Хорошая машина у вас Ну я вижу Логистика подтягивается Вот я считаю Что вот тут Ту информацию От которой ты получаешь Сейчас на Кубке мира Да От ШЛСР Я думаю Что надо как-то Вот закреплять Ну на самом деле Я согласен с тем Что вот С ребятами Вот почему Мне интересно С ними работать Потому что Я вижу Блеск в глазах То есть реально Люди Купили машины И занимаются Всем этим делом Развивают Команду Не просто для того Чтобы какое-то Некое хобби И куда-то выехать Там с друзьями на выходные Или перед кем-то Повыпендриваться Потому что на самом деле Таких навалом А ребята реально Хотят показать Спортивный интерес Им это нравится Они занимаются Более того Они тренируются Сейчас уезжают На тренировку в Дубай Я им организовал Для того чтобы Отлично Действительно повышать То есть мне нравится С ними работать И я считаю Что у них большая перспектива Нету Ни в этих безумных Желаний там Нести сейчас Сразу же на Дакар Там что-то удивлять Кого-то Там с сороковым Или пятидесятым Результатом Выброшенными деньгами Люди готовятся У нас есть определенная Программа подготовки Есть определенная Программа участия В гонках С целью развития Именно и получения Нормального результата А не просто там Куда-либо понестись За Дакар За медалями Непонятно за какими То есть Я думаю что В ближайшее время Выезд в Марокко После тренировки в Дубай А Дальнейшие планы Ну есть программа Я сейчас не буду ее озвучивать Но Ребята реально хотят Дальше участвовать Серьезно Именно в гонках Ралли-рейда Ну что ж Я хочу их поздравить Им повезло с тренером Потому что Ну на самом деле Ты уже сейчас там Как рыба в воде Более того То что ты им сейчас Подсказываешь Я вижу на шелковом пути Ну это идеальный вариант Идеальный вариант Молодой Блеск в глазах Команда супер Есть бюджеты Отличный вариант Надеемся что Пэк это Это будет наша гордость Ну во всяком случае В ближайший сезон Я думаю мы еще услышим О их результатах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА